Я вас всех категорически приветствую. Меня зовут Анатолий Боляев. Мы сегодня будем много чувствовать, потому что мне организаторы сказали, чтобы была такая тема полярная, чтобы можно было создавать и разрушать, чтобы можно было наполниться вот этими разнонаправленными энергиями и создать условия для того, чтобы мы осознали себя в средоточии некоего эроса и некоего Танатаса. Слова эти достаточно большие, эроса Танатаса, складывают в них люди совершенно разные вещи. Чуть-чуть буквально поговорим, мы двинемся дальше в чувственное, в самые разные упражнения. Кто я такой сначала? То есть я уже, как выяснилось, недавно 10 лет занимаюсь в России популяризацией неких эволюционных школ развития. То есть в первую очередь спиральной динамики. Мне тут назвали идеологом взросления, и мне это понравилось. Я теперь о себе говорю, что я идеолог взросления. То есть я о том, как взрослеют взрослые. Соответственно, вектор, который нас поднимает с утра на подвиги, который разворачивает в нас возможности, который двигает нас в творчество, в определенном смысле можно назвать эросом. То есть это то, что побуждает нас быть сложнее, красивее, разнообразнее, что побуждает нас творить, что творит нами, если хотите. Вектор, который отсекает лишнее, который создает условия, чтобы мы были легче, чтобы мы не тащили за собой прошлое, чтобы мы могли быть жилее, напоминая нам о смерти. Это Тонатос, о котором мы тоже сегодня поговорим. И я очень рад тому, что оба этих вектора, оба этих направления у нас в этой нашей марафоне конференции, как это назвать, присутствуют. Потому что, поправьте мне, если я ошибаюсь, у меня такое возможно ошибочное представление о трансперсональном движении, как о, ну, есть же вот такая тема New Age. Да? Знаете, слышали, да? Это когда давайте возьмемся за руки и улыбнемся все, и представим себе, что у нас все в жизни хорошо. И вот если мы все это сделаем, то у нас все будет в жизни хорошо. То есть вот такое большое массированное, такое относительно поверхностное движение выдавание желаемого из действительного, массированного, да? То есть мне хочется называть New Age. Попнулся. Понимаете, да, о чем я говорю? Да? Ну, все вы были, так или иначе участвовали в этом, да? То есть давайте пожелаем мира на всей Земле, и закройте глаза и представьте, что энергия вливается в вас, выходит наверх, и там галактики, Вселенная, и все это обратно. И это, наверное, хорошая практика осознанности, это очень значимая вещь, на полном наполнении той некими ощущениями. Но мне всю жизнь хотелось копать глужи. И в определенном смысле New Age – это такой эрос бестонатаса в каком-то смысле. Что давайте мы будем любовь распространять вокруг, и давайте создадим условия, ну, будем игнорировать все плохое. Да, то есть, если кто-то говорит, что нужно что-то разрушить, это он мало медитировал, он недопросветленный, он его что-то не дал. То есть не нужно разрушать. В спиральной динамике, скажем, ну, такая поверхностная тема, связанная с New Age, да, то есть там, ну, мы там используем цвета, если кто-то знает за спиральную динамику, да? Ну, тогда я не буду касаться глубины этой большой, огромной темы. То есть мы говорим там, например, о вот все эти проявления, и транспарсональные, и New Age, и так далее. Это порождается некой зеленой волной, зеленой струной. И это немного, знаете, о том, как хороший пример, который я люблю на своих семинарах, лекциях приварить, что, по-моему, то ли три, то ли четыре поколения афроамериканцев выросли на пособиях безработицы. И когда приезжал Донбек, то есть это не все, да, но как бы там есть такие большие районы, в которых происходит вот такое вот, ну, условно говоря, прозябание. То есть они живут, то есть им хватает денег ровно на то, чтобы иногда заплатить за свой трейлер, чтобы как-то там где-то в какую-то бесплатную школу ходят их дети, соответственно, с детьми там мало кто следит. И это такая вот жизнь на дотациях от государства. И когда Донбек приезжал, он говорил, мы, говорит, американских зеленых называем красно-зелеными, потому что они как бы, они защищают красный образ жизни, а красный это такое вот экспрессия, то есть это такое вот предельное самовыражение, то есть это когда я вероломно совершенно разворачиваю какие-то свои жизненные цели, и они защищают, ну, как бы право красных оставаться своим статус-клопом. То есть по сути бы в эти, ну, относительно благостные, а какие они благостные, то есть там по-прежнему эти дети, выросшие из нескольких поколений, то есть это и наркотики, и проблемы там с оружием, и все это такое, туда бы внести некий элемент анатоса, то есть создать условие, чтобы было бы невыносимо продолжать жизнь в этих трейлерах, но нельзя, потому что должна быть любовь на планете, да? То есть мы должны дать возможность этим людям жить долго, прекрасно и счастливо, и может быть кто-то из них захочет как-то вот идти в гору, вступить в университет и так далее. Эры и Сатанатас идут в рукооб руку в этом смысле. И мне нравится еще одна история, притча такая на эту тему, она правда немного про добро и зло, но если Танатас, он по жизни в культуре, там, религиозной, скажем, он отправляется всегда во зло, да? Эрос тоже в религиозной культуре, это как бы тоже там и добро, и зло присутствует, да? Но, допустим, вот эту историю мне хочется рассказать вам именно в примере Эрос и Танатаса, потому что она тоже хорошо ложится вот на эту тему, чтобы проиллюстрировать того, насколько это взаимосвязанные вещи, что одно без такого не существует. А история такая, идут молодой монах и пожилой монах, с паломничества возвращаются в свой монастырь, и они о чем-то разговаривают, и какая-то долгая такая вздушевная беседа между ними. И в какой-то момент молодой монах, как-то так, ему приходит какая-то идея в полу, он что-то замыкается, умолкает, и идет, довольно долго насупившись, хмуро, молчит о чем-то о своем таком думе. А пожилой, как бы у его учителя, он понимает, что что-то происходит правильно и нужно, он не вмешивается, не задает лишних вопросов. И вдруг молодой монах взрывается и говорит, учитель, скажи, а почему на свете существует зло? Почему Бог не вмешивается и не вылечивает больных? Он же может это сделать вот так. Почему кто-то доживает до старости, и он бандитствовал всю жизнь, и он порабощал людей, народы, а кто-то умирает в молодости, и это настолько чистая душа, что ей бы жить и жить. Почему так? Почему войны? Почему несправедливости? Почему? Он что, искушает нас? Он хочет, чтобы мы... И у него вот эта вот словесная тема, из него прорвалась, и он вот об этом так подробно, долго... И он продолжает задавать, задавать этот вопрос, и он намного говорит, спрашивает, почему Бог позволяет в мире быть злым? Пока они вот это все говорят, их дорога подошла к реке, им нужно переправиться через эту реку, и там лодка. И молодой, и старый монах, они заходят в лодку, молодой продолжает при этом говорить, пожилой монах берет, отталкивает лодку, значит, от берега, она выплывает на середину реки, и он берет одно весло и начинает грести. Лодка, соответственно, начинает кружиться. У молодого монаха останавливается зловесный поток, он говорит, учитель, что ж ты делаешь-то? Учитель молчит и гребет одним веслом. Учитель, ну, возьми второе это весло-то. Продолжает. Это старый дурак, наверное, выжил с ума. Учитель, возьми второе весло, у нас лодка с тобой крутится. Учитель, если ты не возьмешь второе весло, мы же так никогда не доплывем до нашего берега. Когда учитель берет второе весло, говорит, вот теперь я слышу слова не мальчика, но мужа. Вот эта притча для меня является практическим примером, ну, как бы ответом на вопрос, почему Эресатанатас? Довольно часто мы Бога молюем по своему округу и подобию. Бог хороший. То, что он делает, только добро. И мы хотим видеть своего Бога, или, скажем, все, что мы называем этим словом, наделяя его исключительно какими-то позитивными, с нашей точки зрения, с нашего уровня развития, с наших ценностей, позитивными формами. Но при этом есть версия, как бы, что, ну, как вот Борис Гребенчуков поет, у кого ты стреляешь, здесь кроме Бога никого нет. Что все, с чем мы имеем дело, все, с чем мы взаимодействуем, это некое проявленное творческое начало, которое в человеческом уме преломляется на эресатанатас, но которое в сущности является неким единым началом, которое разрушает то, что должно быть разрушено, и создает то, что должно быть создано. Соответственно, динозаврам, наверное, этот Бог бы не подошел, потому что он их всех вымел, да? А нам он пока нравился, пока. То есть, кто его знает, что будет дальше. Вот такой, как бы, спич, который я хотел предварить наше с вами упражнение. Может быть, вы что-то захотите прокомментировать, сказать, добавить, спросить, еще что-то. Я пока звоночек расскажу. Я не всегда сходил, потому что все-таки еда, которая не разрушает, не как бы трансформирует процесс. У нас, как бы, конференция, скажем, задает фильтр нам внимания на два, поэтому я буквально взял две и поставил. То есть, конечно же, можно говорить о созидательном начале, о разрушительном начале и о том пространстве, в котором все это происходит. в контексте, там, если православие, там, святой дух, там, так далее. То есть, это можно вводить четвертый, пятый начало. Мы говорим о вот этой полярности, ум, которую создает, вот такой иллюзорной, по сути, полярности, между созиданием и разрушением. Я как-то не удалось рекоментировать. Еще что-нибудь? Или мы двинемся в дела? Да? Вглубь. То, чем я занимаюсь, мне хочется называть эволюционным мышлением. То есть, спиральная динамика в моем авторском преломлении, интегральный подход к кену-глубу, я это формулирую как эволюционное мышление, то есть, возможность отождествлять себя с эволюцией. Возможность понимать, что вы являетесь, в каком-то смысле, олицетворенной эволюцией. Что в вашей жизни вы всего очень много создавали и разрушали. Может быть, вам хочется думать о своих жизнях, а только о созидательном процессе. Но на самом деле было много всего не самого хорошего и полезного, по вашей воле, не по вашей воле. Но это происходило. И, двигаясь в сторону целостности, я хочу предложить вам одно упражнение, которое мы делаем на фиолетовой струне в спиральной динамике, которая связана с близкими отношениями, с близкими людьми, с родственниками. Конкретно с малым и с папой. Это упражнение чувствительное. Вот там есть салфеточки. И чтобы не говорить о нем, как его правильно делать, я хочу продемонстрировать, то есть попробовать, насколько мне это удастся, развернуть перед вами, что именно мы будем делать. И мне нужен один доброволец мужчина. Это, кстати, редкий случай упражнения, в котором я буду просить вас объединиться не мальчик с девочкой, а мальчик с мальчиком, девочка с девочкой. И вы сейчас поймете, возможно, почему. Помогите мне кто-нибудь из мужчин. Сядьте, пожалуйста, на пол. Я бы вот так вот развернусь. И смотрите, ситуация следующая. А кто из вас родители? Ну, скажите, друзья, вот мы родители, да? У нас же у всех уже есть о чем пожалеть, правда? Мы уже сделали что-то, чего не стоило бы делать. Мы иногда бываем усталые, да? Мы иногда бываем какие-то недобрые, там, и так далее. Да? Понимаете? Соответственно, в ряде случаев наши родители, они тоже не небожители. То есть это люди, живые. И один из этапов взросления – это осознание того, что ты не медитируй, ты просто сиди. Как? Хороший повод для медитации, да. Наши родители не живут на небесах, то есть это же живые люди из плоти, из крови. И один из этапов взросления – это понимание того, что мама и папа – это вот одни из этих всех людей, которые ходят на улице, да? И я могу к ним относиться как к настоящим живым людям, а не как Бог знает, как к кому. Это возможность взять ответственность из-за их старости, из-за их... Упражнение заключается в том, что мы от своих родителей довольно часто получаем вещи, которые нам не полезны, не нравятся, которые разрушительны, с которыми нам приходится справляться, из-за которых мы ходим к психологу, создаем эту индустрию. И то, что я предлагаю вам сделать – это некую парадоксальную вещь. Я хочу попросить вас человеку, который вот так будет сидеть перед вами, сказать ему то, не что вы, может быть, слышали от своих родителей. Или если вы это слышали, скажите то, что слышали. А сказать то, что вы всегда хотели услышать от своих родителей. Говорили они вам это, не говорили они вам. Скажите то, что вам хотелось от них услышать, и вы можете, у вас будет возможность, помолчав, может быть, вначале, подарить этому человеку и себе то, что... Это, знаете, упражнение из серии «Никогда не поздно иметь счастливое детство». То, что вас может развернуть лично. Поэтому... Я всегда верил, что у тебя будет очень классная и интересная жизнь. Я... Я очень старался сделать так, чтобы... Чтобы... Чтобы тебе... Чтобы ты был сильным, чтобы ты был здоровым, чтобы тебе было интересно. Я верил... Я верил в то, что ты много раз будешь счастлив. Я очень хочу, чтобы ты никогда не останавливался, и чтобы ты учился все время чему-то. Чтобы у тебя... Чтобы ты всегда чего-то хотел. Чтобы была возможность у тебя лично радоваться тому, что у тебя есть, и хотеть того, чего у тебя еще нет пока. Я верил, я всегда верил, что у тебя все получится. Слышишь? Я правда верил, что... Ты молодец. Понимаешь? Я не всегда понимал, может быть, тебя. Я... Мы выросли в трудных условиях, но... Я чувствовал и понимал, что... Ну, ты какой-то особенный, что у тебя получится сделать, что, может быть, никогда не получалось у меня. И я хочу, чтобы ты шел своей дорогой и никогда не оглядывался на то, что я сказал или не сказал тебе. И у вас будет... Ну, сколько? Десять минут? Много? Ну, как. Ну, это многовато. Это как-то клава. Ну, давайте тогда... Я буду присматриваться к тому, как вы будете двигаться, да? Ну, давайте возьмем 15 минут на все упражнение. Да? Конечно. Чтобы вы смогли этому человеку сказать вот действительно то, что вы можете... Вот то, что я сейчас сказал, да? Это... Ну, так или иначе, на меня влияете вы. То есть я вижу, что там камера меня снимает. Я чувствую, что я не... Может быть, не... не завибрировал так, как можно было завибрировал. Поэтому я вам предлагаю именно сделать так, чтобы... Люди, которые... Вот мой батя, то есть мой отец. То есть я сейчас говорил от лица своего отца. То есть мой отец умер где-то полтора года назад. И... И очень важным для меня было осознание того, что тот отец мой живой и мой отец, который сидит у меня вот здесь. Это два разных человека. Что я с живому своему отцу, да, могу сделать и могу ему сказать на его уровне понимания, на его обод, на его ценностях то, что я его люблю. Вот одним образом. А мой отец, который живет у меня здесь, говорит со мной на другом языке. И я говорю с ним на другом языке. И это нельзя, ну, как бы вот так прям смешивать. Поэтому помолчите, подышите вместе с этим человеком, побудьте с ним и скажите, наконец, вот ему, а он потом скажет вам. Она вам скажет, что вы всегда хотели услышать. Так. А если то, что говорится человеку, у него возникальна это сопротивление и протест? Его? Ну да, да, мы говорим о себе, получается. Ну да, мы говорим о себе. У тебя был протест. Мы говорим о себе и говорим о себе, получается. Не было. Ну, в данном случае протеста не было. Ну, задача вот этого человека, да, по сути, как вам сказать, побыть в определенном смысле вами, да? Почему он садится на пол? Ну, потому что вот так. Потому что он, ну, неправильно говорить, что он маленький, да? Ну, потому что вот. Понимаете? Потому что вам захочется, может быть, обнять эту девочку или этого мальчика, который перед вами. И если вдруг вы услышите что-то, ну, скажите, дайте это в обратной связи, да, потом. Ну, может быть, вам захочется осознать этот момент или он станет для вас каким-то, ну, открытием, пониманием, что мы сможем поговорить об этом потом. А ваша задача – не нужно взаимодействовать. Потому что, как бы, если вы захотите обнять этого другого человека, который что-то внезапно сказал вам такого, что вы всегда хотели услышать сами, и у вас не было этих слов, а вы вдруг это получили. Примите это в себя. Если вы услышите вдруг что-то, что вам не захочется принимать, как один из моих учителей говорил, Михаил Романович Клинзбург, да, пусть это, как вода омывает камень, пройдет мимо вас. Окей? И это упражнение такое. Да, ага. Везет. Везет. Подарите другому человеку эти слова. Ну, вот этому другому человеку подарите те слова, которые вам уже говорили ваши родители. Потому что не факт, что ему говорили что-то подобное. Вдруг, неожиданно, вы услышите, когда вы будете здесь, что-то, что вам бы... Потому что это же будет другой человек, да? Что-то, что вам бы хотелось бы еще, чтобы добавили. Потому что, я не знаю, убавлять у нас есть чего много, но так и добавлять есть чего много. Нам всегда есть возможность что-то развернуть еще. творческий. А потом попробуйте подойти. Окей? А в чем именно это было? Ты, как, неожиданно? Ну, потому что, смотрите, у меня не было дочери, ну, то есть, условно говоря, и, ну, скажем, я хочу говорить себе. То есть, это я. То есть, вот это сидит я. И я себе говорю что-то, что я всегда хотел услышать. Ну, мне кажется, даже более того, в каждом из нас есть родители, да? Да. В представлении родителей, с которыми есть или иные конфликты. А оно же у нас, это часть нас есть. Это часть нас. И этому части себя мы не даем, ну, как бы, реализации, потому что она находится в конфликте. Да. А здесь и получается, что мы реализуем, даем возможность части себя выразиться. Причем лучше, вот такому родителю, который не вот этот, да, а вот лучшему родителю, да? То есть, что сказать то, что я действительно бы хотел услышать. То есть, вы актуализируете в себе родительскую часть, которая желает вам офигенного какого-то добра. Понимаете? Многих радостей. А вот об этом мы поговорим после упражнения. Что вы будете чувствовать в процессе? Спасибо. Спасибо. А потом вы меняетесь. А потом вы меняетесь. И у вас вот всего будет минут 15 на это, на все, да? Но если я, вот я буду смотреть, слушать вместе с вами. То есть, если вам потребуется там больше, или если вы вдруг все отстреляетесь быстро, ну, я бы не хотел. Я бы просил вас там побыть, вот в этом ощущении. Окей? Это, ну, простите, с места в карьеру, да? То есть, я понимаю, что, ну, как бы сейчас, да, тяжело собраться с мыслями после лекции о сексуальности советских людей. Поэтому давайте... Минулот. Я приглашаю вас... Минулот. Участие этой чаши не слышу. У нас нравится музыка моды, какой-нибудь включить. Давайте включим. Да, там была какая-то у нас музыка. Да. Окей. Давайте я предлагаю вам сделать этот опыт, и мы потом вернемся и поговорим. Я сразу подошу. Не знаю, что я... Нет. Не знаю, что я... Я сейчас чего-нибудь удержу. Мы будем стажать сюда. Стоит у нас здесь. Вот так. Что я... Я не буду очень... ...а сейчас... ...mother... ...минься... ...минься... ...мень... Олег, погрёмся, смотри, там что-то божестой. Субтитры подогнал «Симон» 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 Физики, химии, как по выбору правых квадрантов, на левых, то есть проекции объективного знания к субъективному. Есть разные подходы к этому вопросу. Я являюсь сторонником того, что в физике свои законы, у объективной реальности свои законы, а в субъективной реальности свои. И прямого явного соответствия здесь искать, может быть, даже и не нужно. И в этом смысле можно было бы сказать, но ведь вам же, ваши родители, ничего по подобному не говорили, вам говорили, но кому-то не говорили, это же неправда. Чем мы тут все занимаемся? Смысл в том, что мы внутри субъективного пространства, внутри пространства ощущений, смыслов, тонкого какого-то названия, чему нет, мы можем перестраивать наше отношение к чему-то внешнему и объективному. То есть внутри себя мы буквально хозяева этой реальности, которая внутри нас есть. Снаружи немножко другой мир живет, да, то есть там есть очень жесткие законы. Внутри все мои законы я и сам и устанавливаю. То есть это мои законы, это моя реальность, абсолютно вся моя. И хорошая новость в том, что мы можем, по сути, перестроить, это вообще как бы за счет этого работает любая психотерапия, любые изменения, любые, и все, что происходит хорошего с человеком в жизни, если он смог как-то измениться, перестроиться, происходит из-за того, что он меняет некую внутреннюю реальность. Соответственно, внутри нас живет много разных, условно говоря, как модель, да, можно говорить о субличностях, да, то есть внутри нас, вот мы сейчас коснулись с родителями, да, то есть мамы, бабы, как-то они как-то у нас там живут. Соответственно, внутри нас можно как модели выделить, да, еще несколько разных самых субличностей. Я просто как пример хочу вам рассказать одну из историй моей работы с клиентом, у которого был очень жесткий критик внутри. Вы знаете, есть, можно представить себе, да, как на время рассмотреть, что внутри каждого из нас живет критик. Ну, кроме всего прочего, там живет творческий личность, как бы я творческий, там есть, значит, я игривый, там я ребенок, я взрослый, там вот эта вся верновская модель. Но там же, например, живет некий критик, как ясно. И мы с этим товарищем, вот там у нас было такое упражнение, со стулом, значит, была такая история, немножко из гештальта, и он фантазировал некие свои планы на будущее. Думал, как он будет их реализовывать, как он будет откладывать средства, что он, кстати, будет делать. А потом я попросил его сесть в критика и оценить это с критика. И вот он садится в этот стул критика, и у него меняется выражение лица, у него меняется поза, он преобразуется буквально весь. Он говорит, да я ж тебя знаю, ты ж пропьешь все. И начинается такой поток обвинений, причем настолько аутентичных, таких вот. И мне вот здесь, я смотрю на это со стороны, мне страшно. Вот за всю вот эту проделанную работу, по планированию каких-то блестящих, мне становится страшно, потому что здесь все это вот так, вот, рушит. Я его отсюда выдергиваю, и мы так дышим оба, и смотрим на это все. Я говорю, а что там такое происходило сейчас? Он говорит, да, это что-то, но это правда я, то есть, как бы, это действительно некое, я так к себе отношу. Я говорю, он, да, к тебе, ну, это, как бы, я пытаюсь вот его выделить, да, то есть, отделить. Я говорю, а ты хочешь иметь внутри себя такого критика? Нет. Я говорю, а какого критика ты хочешь иметь внутри себя? Ну, было бы странно, если бы у тебя совсем не было критика, да? Вау, шууу. То есть, нужно, чтобы какой-то рациональная, как бы, часть тебя могла бы задавать тебе хитрые вопросы и как-то корректировать твое поведение, твое планы, твое намерение. Какого критика ты хочешь? И мы слепили буквально образ, то есть, позу, отноши, взгляд, куда он смотрит, все. То есть, он себе нарисовал этого критика, он садится в него так осторожно. Ну, ладно. А вот в этом месте, мне кажется, не очень. Вот тут, мне кажется, надо тоже это перефантазировать. И он начинает критиковать так, как если бы я тоже хочу эту цель достичь. Конструктивный некий критик. И вот одно это упражнение, то есть, у нас была серия встреч, и вот это упражнение было водоразделом. То есть, после этого человек приходил вообще другой, у него, словно бы, жизнь вообще просто бум и выстрелила, потому что буквально каждое его начинание, вот это вот, он его просто на корню ганабил. То есть, когда он получил в себе новую критику, он сформировал в себе новую реальность, у него сформировалось новое отношение к своим планам. Мы внутри себя можем делать, в принципе, вообще любую само настроение. Я где-то весной познакомился с Вадимом Демчук, знаете такого персонажа? Мы так очень сблизились у него, у нас будут несколько совместных проектов, и уже у нас был там общий вебинар, так сказать, мы вместе, как бы, в интернете общались, можете посмотреть, и я вам могу прислать, это вот хорошо, как-то красиво получается. И Вадим, у него есть модель именно того, что мы играем, как он говорит, мы играем свои роли, мы становимся теми, в кого мы верим, мы становимся, мы актеры, играющие разные роли. И это вот совершенно замечательная тема, я стараюсь, как-то так или иначе, показать вам, что есть разные роли внутри вас, и вы являетесь авторами этих ролей. У меня есть реквизит еще для вас, вот такой, одна замечательная дама связала для меня матрешку, и я говорил вам, что я писатель-сказочник, не говорил, а я писатель-сказочник, внезапно еще, кроме всего прочего, и я не знаю, я вас очень прошу, буквально, я, как бы, так сказать, не еще не великий, неизвестный, может быть, писатель-сказочник, и я поэтому я уговариваю почитать свои сказки. А есть одна сказка, которую я настаиваю на том, чтобы вы прочли, эта сказка называется «Все связано». Сказка о том, как просыпается внучка, видит, как бабушка вяжет, она, внучка, просит бабушку научить ее вязать, и в результате этого волшебных обстоятельств выясняется, что весь этот мир связала бабушка. Стены, пол, потолок, стул, стулья, печку. И она говорит, бабушка, а как же так? Кто же это все связал? Она говорит, я связала. А как это все? Просто все связано. Она смотрит на себя и выясняется, что она сама из нитей состоит. Она говорит, а я же тоже вязаный, конечно, а какая же ты еще? Каким же тебе еще быть? Я, говорит, тоже. И она поворачивается к бабушке, видит, что и бабушка вязана. И мы, говорит, из одной нити сплетены, мы из одной нити. То есть я вам пересказываю сюжет, который там довольно красиво развернут. Я вам просто предлагаю вам эту сказку прочесть. Там есть тема смерти. Концерсия спускает? Нет, там в конце, как бы, там есть, внучка задает вопрос, бабушка, а ты развяжешься? Она говорит, зачем же он сейчас развязывается? Я сначала из тебя мастерицу должна сделать. Развяжусь я когда-нибудь потом. Бабушка, ты еще такая молодая у меня, ты еще долго не развяжешься. Там есть тема распутывания. То есть бабушка распутывается. Она ей предлагает не развязываться, а распутываться. Ты, говорит, пойми, что ты эта нить не всегда была нитью и будешь. А вот тот узел, который ты привыкла считать собой, это, скажем, просто вот тут узелок. И там в самом начале бабушка внучку подзывает, когда к себе, она ее так ласково называет Петенька. И когда выясняется, что мы из одной нити сделаны, она говорит, баб, подожди, как это мы из одной нити сделаны? А я-то тогда кто? Она говорит, как это? И это очень красивая сказка. Когда она ко мне пришла, она довела меня, вот так вот взяла меня за загривок, довела меня до компьютера, била мной в клавиатуру, чтобы это все случилось. Я, вся рожа в слезах, я, когда она написалась, я ходил, люди, вы должны это прочесть. И это продолжается до сих пор. Да, то есть я прошу, я достаиваю на том, чтобы вы это ознакомили с этой историей. Герман еще не читал, кстати, тоже. Герман, так там вообще, как такое помещение такое. Она совершенно мультипликационная, эта история. Я мечтаю, опять же, сделать из нее мультфильм, и мечтаю сделать из нее иллюстрированную издание. Если есть люди, которые могут оказать содействие, welcome, так сказать. Это совершенно потрясающая, еще раз говорю, история. Студия Аэроплана, может быть, да, а не бойцовная. Супер, я буду рад. Миниализм. Ну, вот встретимся, поговорим, да? Поговорим, да. То есть это вот то, что мы говорим. И я, поскольку она так настолько очевидно именно прошла сквозь меня, эта история, что я серьезно не считаю себя прям каким-то автором-автором, потому что скорее, как бы, вот она просто пришла и заставила меня написать. То есть я скорее себя воспринимаю, как литературный агент этой истории, что я стремлюсь ее распространять. Есть такая тема, что если что-то связано плохо, ну вот распутать, распутать, да. Там есть такая тема, что люди забыли о том, что они связаны из одной нити. Люди забыли об этом. И внучка говорит, да, можно же вспомнить. Кто-то, говорит, привязался, кто-то запутался. И кто-то думает, что если узел красивый, да, то это значит и он красивый. Ну вот посмотрите эту историю. Мне кажется, там есть. Очень красиво. Да. Очень красиво. То есть у меня там, условно, какой-нибудь там морковка и какая-нибудь там постанкинская башня. Ну, то есть, хотя нет, там очевидная связь. Ну, то есть, короче, что-то такое совершенно не... На ум приходит... Были такие два замечательных танцота, то есть мужчина и женщина, танцевали в мюзиклах черно-белых американских 60-х годов, вылетел из головы, как их звали, и их танец, чечетку, наложили на Энию. И как один в один. Прям так красиво. И вот это все связано, понимаете? То есть я, когда вот все связано, я стараюсь копить и находить иллюстрации. Да. И вот там замечательность связала мне вот такое вот наглядное пособие материал. Это спиральная динамика. Когда я тебя увлековечу вместе с динамикой. Ладно, не спросите, а не такие. Позвращайся. Все связано. Так, сейчас. Так? И... Вот. Мы в этой спиральной динамике говорим о неких этапах взрослений взрослых. Причем в замечательном совершенно формате выясняется, что любые человеческие системы, большие или маленькие, они взрослеют некими определенными этапами. И в каком-то фрактальном подобии этапы взросления коммерческих организаций, этапы взросления государств, этапы взросления образовательной системы, они фрактально подобны. Ну, то есть не буквально, но неким образом фрактально напоминают подобие. Там, там, семьи, там, отношения. И вот там внутри есть такая маленькая бежевая матрешечка. То есть мы, когда рождаемся, это время наших инстинктов, забота о своем здоровье, забота о своем теле. Когда мы научаемся выживать в этом мире, возникает еще одна следующая матрешка, которая включает в себя бежевую, фиолетовую тему, тема родственного духа. Это вот с фиолетовой темой резонировало предыдущее наше упражнение. Буквально мама, папа, они живы в нас, и вот эта фиолетовая струна, она продолжает у нас звучать. После того, как фиолетовая струна освоена, мы начинаем бросаться песком в песочницах и отрывать друг у друга игрушки. И это мы учимся экспрессии, мы учимся ставить границы, нарушать границы и мериться с этими границами. Это красная тема, некое предельное проворожение свободы. Красными нас встречают общеобразовательные учреждения, и они учат нас соблюдать порядок. Они учат нас достоинству, чести, порядочности. В идеале, скажем, должны быть учить. Это как бы синяя матрешка, синяя система, синяя струна, как я об этом говорил. Потом кто-то остается на синей струне всю жизнь, и это пополняет ряды офисного планктона, как бы работают на дядю, и не опретают некого системного мышления. Кто-то делает шаг вперед и начинает разворачивать свое личное счастье оттельно взятого человека в этом соусе, начинает строить большие системы. То есть это мир бизнеса, мир науки, мир рационального мышления. Потом, если все бывает хорошо, как одному моему знакомому бизнесмену сказали, все у тебя есть, а просветления тут у тебя нет. Как так? И он поехал на какой-то ретрит, ему очень повезло, и он приехал оттуда вообще вот такой. И он стал перестраивать бизнес, у него там все вот это происходит. Зачем ты мне это сказал? У меня вся жизнь изменилась. Все. Наши мышления разворачиваются до зеленой темы, мы начинаем по-новому переоценивать духовность, мы начинаем по-новому заботиться о больших системах, чем просто как бы наши личные и персональные. И описаны еще две стадии. Желтые потоковые сознания, когда люди, скажем, перестают понимать. Мне очень нравится эта иллюстрация, когда на предыдущих стадиях, если человек теряет себя, он говорит, я теряю себя, какой ужас. На желтой теме я теряю себя, вау, как классно! Я хочу посмотреть, что из этого получится. То есть это некое такое драйв, потоковое состояние, в котором я себя скорее склонен считать неким срезом актуального мироздания событий и бесстрашие. Своего рода тоже есть еще такой описательный момент, что как бы желтый отвечает бесстрашие. И потом у нас опять же описано, что при благоприятном стечении обстоятельств, если все хорошо, если люди продолжают эволюционировать, то есть их мышление становится глобальным, разворачивается в большие структуры. Есть версия, что тут есть еще коралловая матрешка, есть версия, что это вообще потенциально открытая система и что в ней может быть описательная структура мировоззренческих способностей, о которых мы просто не имеем представления, потому что мы находимся в плену вот этих линз, вот этих систем. И это вот аспиральная динамика, то, чем я занимаюсь. В какой-то момент я перестал говорить об уровнях и о стадиях, потому что меня заколебали спрашивать, на каком уровне Лутин, на каком уровне Иисус, вы на каком уровне. И я понял, что мы ни на каких не на уровнях. Эти уровни есть все во мне и в каждом из вас. Другое дело, что они как бы в определенных обстоятельствах присутствуют. Вот эти, этот набор, в других обстоятельствах этот набор. И я понял, что мы больше похожи не на ступеньки, а на музыку. Вот есть музыка, и люди – это музыка. И вы можете слышать разные инструменты, играющие здесь, но вы слышите музыку одновременно. И кто-то похож на Рамштайн, кто-то похож на Вивальди, кто-то похож на Чайковского, кто-то похож на Чайковского. И вот это люди, это музыка. И я стал говорить о стадиях спиральной веронимы, как о струнах. И что мы можем играть на одних и тех же струнах, извлекать некие аккорды, и тогда наши организации начинают быть похожими на оркестры. Я сейчас предлагаю вам сделать такой экскурс. Я хочу выполнить вместе с вами упражнение, которое мы делаем на бирюзовом. То есть это как бы вот именно с глобального мышления и так далее. Задача всех упражнений с моего курса, именно вот у меня вот есть курс онлайн, есть курс живую, то есть семинары и так далее. В Москве будет в начале, в середине ноября есть центр РИПа, буддийский какой центр РИПа, там будет мой семинар. То есть и там каждой стадии будет проиллюстрировано отдельным упражнением. Сейчас я из этого курса выдерну фиолетовую струну, и сейчас я хочу сыграть с вами на бирюзовом штуне. Бирюзов это какая? Это глобальное, это то, что последнее, это большое мышление, большими системами и так далее. То есть это люди, которые говорят о себе в большей степени как я человечество, нежели как я отдельная личность. Люди, в которых играет бирюзовая струна, они всерьез заботятся именно о том, чтобы выстраивать систему в эволюционирующий контур. Не тупо значит, что вот эффективно, или тупо правильно, как на синем, или тупо значит, любовь, как на зеленом, а именно эволюционирующий, чтобы система была в росте. То есть это вот бирюзовая тема. Для этого нам надо сесть в круг. На стульях. На стульях. На стульях. Либо нам надо сделать как-то так, чтобы круг, кто-то, если стульев не хватит, чтобы нож было там барочиться, но нужно, чтобы это было похоже на круг. Так, сидим, да? Теперь встаем за стульем. Возможно, кто-то из вас это упражнение делал, но вы очень быстро перестанете его узнавать, потому что мы его трансформируем. Я его трансформирую. Значит, здесь, вот стоя за стулом, надо подумать о какой-то задаче. Неприятный, дурацкий, который надо придется решать. Может, приятный, но который никак не решается. Вот. Вот, приятный, значит, никак не решается. Или какая-то, что-то фиг знает как. Как? Что я думаю? Ну, одна конкретная. Я не понимала. У меня таких задачек нет. Я обычно решаю задачи. Ну, тогда что-нибудь, чему хотелось. То есть, к чему хотелось бы получить ресурс? А озвучивать потом... Нет, нет. Вот озвучивать можно вообще не озвучивать. Хорошо. Хорошо. Какое-то время вы как-то порешаете, вот погрузитесь в нее. То есть, чтобы вы к ней понимаете, как ее, эту задачу порешать. с этим путем обстоятельствами, с этими джинами. Через какое-то время, когда вы сможете на какой-то внутренний лохол сказать, что вы сделали это достаточно, можно сесть. Если неестественно, если это время, можно доработать. Продолжение следует... Задача обозначилась. Наш круг ставит на какое-то время, постарайтесь держать внимание, что это похоже на планету, а мы люди, которые на этой планете живут. Вот так вот. Все умеют делать? Если не умеете, то предложите. Теперь я сейчас задам некий патрон, который нам нужно будет повторять в течение всего упражнения. И постараться сделать это одновременно всеми вместе. Патрон такой. Патрон такой. Патрон такой. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Ставим кружку своей мощи, просто самостоятельно Куда бегать? Берем Прием Берем Благослови Париж Почтем Аргист Москва Канфокс Берем Берем Магиар Седора Седора Все слышали? Седора 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 Лосанджес Где был Лосанджес? Не было Теперь игра такая Называйте сами город И город другого человека Мы таким образом их как бы связаны Что связаны? То есть я говорю например Куда бегать И говорю например Ташкент Вы проявляете город свой Ташкент И город другого человека Любого Любого Да, любого Но именно тот кто произносил Понимаете да? Так Буропедж Ташкент Что Ташкент? Ташкент Москва Москва Ряд 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 Париж Был Париж? Да, был Париж Ручки 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 Париж Можете напоминать свои города Если вы долго услышите свои города Вы напоминаете А я вот такой-то город Напомните кто-нибудь другой Вард Последние Суд Байберт Париж Вы東 Париж Париж Так Байберт Суд Седона Париж Узбол Пошл Шкул Шкул Расскент Вино 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 Сква Таша Москва, Коседона. А вы напоминаете, кто там был? Напоминаете свои гады. Руслан, Жизнь, Брянск. Брянск. Москва, Коседон. Руслан Терринин. Руслан, Жизнь, Брянск. Черт, он сможет. Ага, педач? А, ну, там пасы. Руслан, Жизнь, помогай. Руслан, Жизнь? Склала в Санжелесе. В Нос-Анжелесе три. Было ли? Было ли? Да. Каилл Девелл. Девушка Рика. Арика была? Андрей. Ты думал, Андрей! Опять! Назад? Да, он назад. Где-то Ринк. Ринк си-два. Слова много. Вон на сад. 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 Верно 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 Гранспиля Второй вариант Берез Берез Сангельс Берез Сангельс Париж Берез Санкт-Петербург Амстерам Криамир Будапеш 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 Моня Моня за шлем За шлем Вот вас Да Париж 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 Гена Лена Денгвер 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 Секундочку Денгвер 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 Устанавливай Раз 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 Вот так вправо и вправо. У меня проблемы у меня. Понимаете? У меня нет проблемы. Синфронизируем. Бедверк. 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 Бедверк по стену. Слочно. Глосанкис. Глосанкис превоспад. Глосанкис превоспад! Глосанкис превоспад! Бед completed. Субтитры делал DimaTorzok В Лос-Анджелесе... Лошадь-коса никогда не было. Это было у нас третий город. Какой там изякцый город? Брян! Нет, он изякцый город. Вангхофф! Вангхофф! Вангхофф, Амстердам. 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 Попич. Денвер. Денвер вверх. Вверх. Вверх Москва! Москва пройдет. Риск Дона. Дону подряд. Подряд куда-то держит. Вверх. Теперь смотрите. Совершающие стадии упражнений. Продолжаем, продолжаем, продолжаем. Все сохраняем вместе. Женщины говорят сначала как мужчины. Женщины говорят да, 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 да. Ну прицентральные женщины и алгоритные мужчины. Да! 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 И пытаемся вспомнить ту задачу, с которой вы входили в это упражнение. К тем фильтрам что изменилось и что добавилось? Если трудно вспоминать, это нормально, достаточно распространенный эффект с этого упражнения. Сложно вспомнить, что там было. Не хочется. Да, или не хочется. Какая-то легкая. Да. Что изменилось в вашем состоянии? Вы изменились, вы теперь ноготь пришли вот в это положение. Что там изменилось? Есть чёткое понимание того, как... Напряжённость укралась, отлично. Чёткое понимание того, что... Как видите? Как будто же 380, ну, как будто в 3D изображение. То есть, ну вот, ощущение, что я прямо просматривал с одной стороны, и там не проблема, а цель. А теперь я вот так живу. Супер, отлично. Отлично, отлично. У меня больше не сбралась. Как? Отлично. Да, то есть, ну, по-моему, это только консультант, который тебе нужно будет получить. Потому что я не знаю, какая задача, что изменилось, что добавилось, да? Еще? Ну, скажу так, задача межличностная, а мы пошли на такой посту уровень. Сейчас, потому что, когда я не могу дружить, она там будет. А вот сейчас ее нету, потому что... То есть с этого уровня этой задачи как-то не существуют? Да. Решение не пришло, но почему-то стало веселее. Еще? Маскарность другая. Изменения... Вообще отношения по этому поводу, да? Значимость этой задачи стала совершенно другой. Да? Смотрите, какая тема сейчас разворачивается. Вот спиральная динамика стучится к нам в дверь. Но не в смысле спиральная динамика, а в смысле эволюции, которую она описывает. Потому что глобальная коммуникация, смешение культур, тривиальность добывания знаний. Мы гуглили, да, вот это вот. То, что весь мир буквально в одной комнате находится. Вот мы когда с Вадимом Димчоком делали вебинар, там у нас Дубай, он не знаю, мы прямо с нами были, я знаю, там Крым был, все вот эти люди, там 150 человек, они все вот прямо сейчас на нас смотрят, и я говорю, ну это же чудо, да, до сих пор странно. Вот мир, он толкает нас как глобальность, а другое дело, что вы, может, не готовы, скажем, у нас нет такого внимания, но создаются условия, что «нать и готовьтесь», «нать и», то есть он как бы тычет нас, как котят, да, во все, что мы сейчас имеем, чтобы создать, развернуть в нас эту самую эволюцию. И один из способов к этому качеству подготовиться, это увидеть, как эволюционировали вы сами. Потому что вот в некотором подобии эволюция мира, это эволюция вас. Спасибо большое за это упражнение. Представляешь, сколько еще времени осталось, я вам сейчас еще поставлю внимание. Давай, давай, давай. У нас еще есть перерыв. Сейчас 10 смыслов. Сейчас я поясню. Технический смысл упражнений, да, в чем? Вообще смысл. Когда не было вообще никакой психотерапии, как-то людям все равно помогают. Правильно? То есть наши бабушки, дедушки, ну, точно так они справлялись с этими ситуациями. У них не было ни фрейга, никого. Одним из способов сменить, плохо справлялись, то есть не самым лучшим образом, но тем не менее как-то справлялись. Одним из способов таких было, как бы, если вот со стороны, ну, современной, науке, наверное, посмотри, некая разбивка состояний. То есть я мог... То есть что мой дед советовал, да? Дед советовал вовливаться на землю воды. Потому что когда-то ему Ванюшка сказал, когда там было крещение, значит, ему к нему Ванюшку твоей, ты, беже чем в прорубь нырнуть, сначала подумай о грехах своих, что ты грехованный, что у тебя же есть беда какая-то внутри себя, грех. И с грехом-то ты туда ныряй. И он с грехом туда ныряя, и выныривает в лесную реки. Что произошло? Его состояние разбилось вдребезги. То есть он совершенно другой. Вот мы когда вначале сюда встали, мы стали сюда неким привычным состоянием, да? Потом кто-то из вас в процессе упражнения хоть раз вспомнил про ту задачу, с которой вы сделали? Взуминали? А мне все ее разговаривали. А еще? Мне так и довольно трудно ее удерживать, когда вы с городами, вот с этими там, но... Из-за этого разбивалась. Ну, сбивалась. Речь идет о том, что мы стряхивали некую как бы себя вот в контексте этого упражнения. Или ныряя в кровь, или обливается холодной водой. Или когда просто там, не знаю, человек истерит, ему кто-то дал ощущение. Что-то произошло, такое изрядно было выходящее, и теперь он не такой, как раньше. И теперь то, что раньше его досаждало, уже не выглядит так. Это, наверное, тупой способ помощи, да? Но он в данном случае действием еще и к тому, что мы задали глобальный контекст. Что я постарался создать условия, чтобы вы почувствовали себя как-то несколько больше, чем вы как бы есть. Плюс к этому, там были вот эти... Было ритмы, которые мы старались создать. Была некая сложность. Эта сложность увеличилась. Я просил вас делать быстрее, просил вас делать нечто непривычное. То есть я постарался ту систему, которая имеет проблему, просто ее расшатать. И когда вы с ней вернулись обратно, вы вернулись другими. И это создание условий для того, чтобы... То есть это и есть анализ? Ну, в каком-то смысле да. То есть это некое разрушение, которое пересобирает вас вот здесь, и вы говорите, о, а ты уже и не важный момент. Или я тебе знаю, как туда идти. Вот таким вот образом. И это вероятностная вещь. То есть это некое... Я создаю условие. Оно может произойти, может не произойти. Установки у всех разные. Разные разные силы. Кстати, не более радикально. Если задача простая, мы ее решим любые уже. может быть. Если она сложная, потому что мы эту работу поданцуем, она проще... Ну, конечно. Это, скажем так, то, смотрите, у нас с вами было там полчаса времени, и мне нужно было бы постараться продемонстрировать вам, как могут выглядеть ваши задачи с совершенно другой стороны. По сути, когда вот ко мне клиент приходит, то есть у меня там есть задача какая-то, у меня сложность есть какая-то. Я... Моя нога будет рассмотреть в нем вот решение, с которым он тоже придется вместе с этой задачей. Просто у него как бы голова не поворачивается на этой шее. То есть он как бы ее не видит. То есть он с ней пришел. То есть для него очевидную проблему. Он на ее придется. Она на него вот живая вот она, что животрепещущая. Но где-то тут рядом есть решение. Просто у него как бы мышца, вот как метафора, да? Она просто туда не идет. И мы занимаемся гимнастикой. И накачиваем. Да. Мы просто... И в какой-то момент ему удается повернуть голову, он говорит... И не я ему сказал, как надо делать. И я был бы плох, если бы я ему советовал, вот так делая, так не делая. Моя задача создать условия какие-то, чтобы он сам обнаружил это решение. Понимаете, да? У себя же самого. И это было... Он уже не обнаружил. И тогда мы будем еще как-то размаживать это. То есть сейчас я создал вероятность, которая вот в одном случае из каких-то нас, она как бы вот не случилась. Мы продолжаем, может, дальше. В итоге нет. Услуждаем. Продолжим, что ли? Да? Продолжим. В завершении нашей работы хочу подарить вам такую металлу очень значимую, которую я заканчиваю обычно свои большие семинары по спиральные знания, по инвестиционной машине. Есть некие три фильтра внимания, которые я хочу вас как бы вот просить вас сосредоточиться. То есть первые три факта у вас есть. Первый факт в том, что есть такая наука новая относительная, которая называется космология. То есть это некая такая... Ну вот это большой акронный коллайдер. Люди, которые занимаются изучением первых минут жизни Вселенной. Слышали о них, да? То есть есть популярный, а не совсем, но очень популярный фильм. И эти люди говорят... Есть Нил Деграсс Тайсон, как бы чернокожий публилизатор науки. Может быть, виделись с ним в ментальных фильмах? Нет? Как еще? Нил Деграсс Тайсон. Нил Деграсс Тайсон. Да. Да. Если вы мне напишите с лицом почту, я вам сейчас скажу, я вам найду с ним потрясающий совершенно новейший, там, что-то десятисерийный, по-моему, сериал «Космос», о самом-собредельно современных представлениях о устройстве именно физических, научных, строго научных, ничего просто персонального, то есть четко научных представлений. Так вот с этих вот как бы научных представлений мы сделаны из материала звезд. то есть вот матома природа, атома кислорода, то есть атома водорода, из которых состоят органические молитвы, из которых они состоят, они когда-то возникли в природе во Вселенной из-за того, что какая-то звезда или несколько звезд родились, горели миллионы лет, взорвались, и в невероятно сложных физических условиях взрыва сверкновой создаются термические, гравитационные, квантовые какие-то условия, при которых возникают, например, новые элементы облицового звезда, то есть там железо, то есть это первые звезды были, может я там ошибаюсь, по-моему, водородные, потому что другого атома просто не было во Вселенной. И когда эти первые водородные звезды взорвались, вот в этих невероятно сложных условиях возникли следующие атомы, которые потом, взгустившись гравитационно, возникла новая звезда, она взорвается, и вот взрываясь каждый раз, они создают сложность вот этой вот нашей позиции. Вот материалы, из которых вы сделаны, то есть вам сколько лет, 20, 30, 40, сколько вам там. А материалы, из которых вы сделали, ну, может быть, несколько миллиардов. То есть вы, по сути, состоите из... Мы звезды были. То есть вот этот Тайсон, когда я впервые понял, что люди звезды такие, мне хотелось как бы после всех связанных, брать взрывы такие людей, и говорить, вы должны понять, что вы являетесь материалом звездами. То есть какие-то звезды рождались, умирали в миллиарды лет, для того, чтобы вы физически могли существовать. Это первые моменты, и это научный какой-то инфаркт. То есть рука всерьез так считает. Второй момент. Помните учебники по биологии? Там, значит, такая вот статья называется «Андогенез повторяет феногенез». Там такая, значит, картинка, там зародыш рыбы, зародыш черепахи, зародыш кролика и зародыш человека. И вначале мы все такие с хвостиками, ну то есть рыбка какая-то, а потом мы становимся сложнее, 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 и человек биологически, и это одно из самых сложных биологических случаев. И вот эта фраза, она таки нас повторяет, она о том, что в утромной материи за 9 месяцев мы в некотором фрактальном потопе повторяем этапы биологической эволюции, которые длились миллионы лет. То есть мы там, мы были рыбками, да, там у нас были перепонки, там у нас была хорда, у нас было другое строение глаза, и мы эволюционировали, то есть миллионы лет эволюции сжались в 9 месяцев. И, по сути, как бы вы являетесь сейчас олицетворением биологической жизни на Земле, потому что все, что было у нас, оно было в каком-то смысле для того, чтобы мы имели, во-первых, и 10 пальцев на руках, и 10 пальцев на руках, и 10 пальцев на руках, глаза у меня, какие-то мысли. То есть мы результат биологической эволюции. Второй момент. Третий момент. Спиральная динамика, если вот она разворачивается, вот прямо в качестве, приводит человека в очень такую интересную мысль, что, по сути, то, что я считаю важным, мои ценности, мои системы верные, моё миромоценение, моё ветерное внимание, они буквально сформированы, ну, там, вот эти лисячины лет развития культуры человечества. То есть Аристотель писал книги свои для того, чтобы мы могли мысли логически. Мы могли никогда не читать Аристотеля, но Аристотель саккумунировал заходы логики, которые читали ваши учителя, может быть, которые научили вас мысли логически. Иисус говорит, что он, понимаете, там, Джордано Брун ушёл на костёр, чтобы вы помнили эту историю, чтобы он как-то что-то сказал. То есть Иисус говорит те вещи, которые говорил, Будда говорит те вещи, Абрек говорит, для того, чтобы мы как-то их соизмеряли и чтобы мы могли состоять, в каком-то смысле, из культурного наследия всех людей, живших до нас. с ушками, с молоком, с матерью, эти стихи и так далее. То есть мы являемся определённым смысле результатом развития человеческой культуры. Результатом развития галактической жизни. И результатом развития космоса. То есть, вот почувствуйте этот взгляд. То есть мы, по сути, каждый человек, живущий в или друг присутствующий, или здесь живущий, это некий результат, прямой, непосредственный результат развития всего, всех этих четырнадцати миллионов. Может, с вами результаты развития части вечности? Часть вечности может быть. Часть вечности может быть. Может быть, нет до начала лета. Может быть, там было много Вселенных. И есть тоже версия, кстати, что наша Вселенная явилась неким революционным результатом других Вселенных, в которых не было такого вещества, таких законов, физики и так далее. Есть такая теория, такая модель. И это для того, что мы вот некий срез, всё, что, так как и в промежутке времени, всё время, которое было за нами, это некий процесс, приведший нас к тому результату, который мы были сейчас. И в каком-то смысле вы являетесь от каждого. Я являюсь. Олицетворённый революция. Олицетворённый космос. Вот что по образу подобное. Мы являемся олицетворённым космосом. Мы состоим из его материала. Биологи, вот эти кистикёры рыбы ползают. То есть вот картинка, например, ползают кистикёры рыбы на берег, а сами другая кистикёры рыбы, плечи, глобочки. Не уходи, когда я с тобой скрываю. То есть они выходили вот так. Мы менялись. То есть эволюция стёлок за землей динозавров. То есть вот все вот эти разрушительные и созидательные процессы, которые происходили, они все происходили для того, чтобы мы могли сидеть и обыкнуть. Вот этот взгляд, когда вы можете почувствовать, что это... По сути, что это означает? От ваших следующих решений, от ваших следующих шагов зависит, был ли смысл в кистинную рыбу ползают? Был ли смысл Шартана Грунга идти на костюм? Был ли смысл Пушкина писать стилю? Был ли смысл арестугию писать структопологию? Был ли смысл этим звёздам, из которых мы состоим рождаться, долго, очень долго гореть и взорваться в версию, чтобы потом мы принимали такие решения и делали, такие шаги и делали? И я хочу вот, когда я впервые осознал вот в комплексе вот этот монет, вот эту штуку, я стал людей, которые приходят ко мне на государство, или которые идут по моему полу существа, или вот вас. Я хочу вас, собравшихся, поблагодарить, но не от лица Анатолия Полякина, а от лица Анатолия Полякина. что вот всё, что вам было, привело вас сюда, и вы не просто тут вот, как бы, вы неравнодушены, вы интересуетесь, вы эволюционируете, вы смотрите на всё, что вы смотрите с разных сторон. вы классная, олицетворённая эволюция, потому что вы живёте, вам не пофиг, вы разворачиваете свои способности, свои навыки, всё, что с этим связано. и это то, чем я хочу гордиться, это то, что у меня шлирует, то, что понимает меня программ, то, что мотивирует меня создавать эти мои образовательные программы, это то, что я люблю то, чем я удивлю сам. Вот этим взглядом, пониманием того, что теперь вы можете видеть не 20-30-40 лет, сколько вам будет. А вот вашу большую историю. Вот всё, что я хотел сказать и сказал. Всё связано, почитайте мои сказки, загляните-ка на мой сайт, напишите мне письмо, я сейчас готов там где-то вам написать свою почту, и я вам...